С миром? Давайте. Что-то там двое говорят, что ли. Ничего не понял. Брат, задавай, задавай. Игнатий Тихович, вопрос такой. Что такое стяжание Духа Святаго? Стяжание любви, стяжание благодати. Как попроще и... А вот так, попроще, жаркий день. Все вокруг, трава поникла, и вдруг дождь. А дождя-то долго не было. И который ждет его, труженик сельского хозяйства. Он не прячется, а встал на дожде и мокнет. Господи, да какая радость, и теперь все живет. Вот эта благодать Духа, она как дождь проливается на человека, чтобы мы не убегали от этого. А как? Когда гонения бывают, сложные такие моменты жизни. Надо за все благодарить Богу. Это только может все вынести человек, наделенный Духом Святым. Сегодня ты не мог простить, а теперь уже завтра прощенный. Ты сегодня не мог на такую сумму прожить. А сегодня совсем сократил себя, и трех человек кормишь около себя. За инвалидами там ухаживаешь. Это все от благодати Духа Святого. Это стяжание. А Дух-то Святой пришел, он не уходит. Приди и вселися вны. Вся очистена со всякой скверны. И спаси благие души наши. Вот это и есть стяжание Духа. Приобретение. Увеличение. Все. Спасибо, Христос. Кто-то еще хотел вопрос задать? Задавайте, я перебил. Прошу прощения. Я слушаю. Мир вам играть, Тихонич. Слышно меня? Слышно. Как с книгами, так, к истинному православию. Привезли, не привезли их на ползон. Говорят, она в Барнауле. Но так как тут 30 с лишним градусов мороза было, они не могут что-то, то ли смеются, то ли что, машину завести. Они должны загрузить на машину из поезда. И по адресу привезти. Я-то не касаюсь к этому. Это Елена знает. Ну, ты говорил, через кого-то там бушило или кто. Надо точный ход дать. На Елену все скинь. Я тебе прилагаю. Как мне Олег говорил, он с Латвии или с Литвы по почте отсылает. То есть он из Белоруссии уезжает, когда он на работе там, он же дальнобойщик. И по почте отсылает. Он уже отослал Олегу, брату, кажется, Регнеру. На него надо выслать. Он получит, а дальше отправит, да? Да, да. Ну, вот так и сделай. Да, я с Еленой переписывался по этому поводу. Все? Через Елену все это делаете? Я только сбоку припек. Да, да, так и есть. Наверное, могу принять книги в Белоруссии, перевести их в Европу. Отсюда уже почтой разослать там Германия, Франция, ну и другие страны. Ну, все. Вот и на Елену выходите, получите сейчас. Я отдаю, Виктор просит четырехтомник проповеди в стихах. И положу ему и для его священника в новом издании к истинному православию. Экземпляра три. Это я, Виктор, тебе не за деньги продаю, а так дарю. Потому что я должен перед тобой. Ты и стихи там, и музыку наложил. Я же должник. Спасибо, Христос, Игнат Кихольевич. Слава Христу. Ну, вот теперь на Елену выходи, она поведет, все знает. А я еще тут, пень колода. Я не мешаюсь даже под ногами. Я сейчас все приготовлю, 123 занятия по терябке. Мне надо их хорошо пройти, чтобы готовы были к изданию. Ну, там всего 1300 страниц. Уже я на 800 прошел. Каждую букву проверяю, на месте или не на месте она. Ну, если никого нет, я ухожу. Кстати, извините, Игнат Кихольевич, хочу спросить, как там шарик поживает? Батюшка говорит, хорошо. Где бы, говорит, не шел, он все думает, что его территория меряет. А кошке даст такое что-нибудь там, рыбы или мяса нет, у кошки не лезут. А как только даст рыба с мясом, кошки его там атакуют, а он спокойно отойдет и смотрит, как они едят. Он у нас такой похожий, рохлят такой же. Не, не рохлят, он христианин. Ну, не христианин, но среди христиан живет. Да, да, да. Ну, все, готовь. Так, Николай Георгиевич, готовься на лето в гости. Спасибо, Христос. Ну, все, тогда отхожу. Ничего не слышно. Кто-то что-то говорит, булькает. Ростислав вроде бы, Румянцев. Ничего не слышно. Вам надо, это, наушники убрать, Ростислав. Ничего нету. Отхожу, закрываюсь.